Не держите яйца в одной корзине. Иначе однажды можно все потерять, как это случилось накануне с клиентами Форбанка. Игорь один из них. Мужчина занимается бизнесом, сейчас организация встала. Нет доступа к банковскому счету. Все это произошло накануне, когда у Форбанка отозвали лицензию. Коммерческий банк неоднократно получал предписание от Банка России. Форбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, а также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Мы пожизненно сотрудничали с Форбанком. Вот в пятницу, в черную пятницу, нам мне позвонили, сказали, Игорь Юрьевич, лицензия у Форбанка отозвана. У меня была информация от моих друзей, что в банке плохая ситуация. Но я человек советский, мне и сын, пап, надо уходить с банка этого, надо уходить. Но я говорю, я звоню, я звоню каждый день, все у вас хорошо в банке. У меня был ответ, да, у нас все хорошо. Форбанк является участником системы обязательного страхования вкладов. Игорю еще повезло, он представляет малый бизнес и сможет вернуть хотя бы часть денег, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Все остальное, получается, просто сгорает. Я сегодня целый день держу себя в руках, но я не понимаю, за что у нас страна такая, что у нас могут утром забрать последние средства. Светлана почти 10 лет работает с детьми-аутистами и их родителями. В ту роковую пятницу ее общественная организация потеряла в Форбанке более 250 тысяч рублей. Это были грантовые и конкурсные деньги. На эти средства центр должен был провести вебинары, обучить педагогов, кто бы знал, какими усилиями организации достается каждый грант. И в отличие от нашего первого героя, Светлане, вообще никто ничего не вернет, ни копейки. А все потому, что ее организация не входит в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Дело даже не знаете вернуть или попросить еще. Меня волнует, не заставили бы меня теперь исполнять обязательства с отсутствием денег. То есть уже говорить сейчас о том, что дайте еще, нет, хотя бы простите то, что потеряно. Вот если, потому что в договоре с грантодателем даже форс-мажорных обстоятельств нет. Много лет на слуху. Один из первых коммерческих банков Алтайского края. По словам экспертов, по итогам прошлого года Форбанк показал неплохую динамику и прибыль. Вот только простые вкладчики и не подозревали, что у банка большие неприятности. Даже в среднем по размеру банки от трех до пяти тысяч открыто расчетных счетов юридических лиц. Плюс тысячи открыто текущих счетов вкладчиков. Поэтому это тысячи, если не десятки суммарно, а может быть даже десятки тысяч людей. Потому что все-таки банк был со штаб-квартирой в городе Москве. И соответственно там достаточно активно народ пользуется банковскими услугами. Видимо был ослаблен контроль и были допущены какие-то сознательные или несознательные ошибки. Наши герои не питают иллюзии, что кто-то им вернет все потерянные деньги Форбанке. И надеются, что в этой истории хотя бы удастся найти крайних. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.